Прекрасное или безобразное? Прекрасное. Целомудренность или любодействие? Любодействие. Разврат или искусство? Искусство. Красота или пошлость? Красота. Грудь или попа? Попа. Секс или любовь? Любовь. Деньги или секс? Деньги. Чики-брики или дон-дон-зыки? Мне больше знакомые, дон-дон-зыки. Понятно или ясно? Ясно. Правда или действие? Действие. Арктика или Сибур? Сибур. Текен или Mortal Kombat? Mortal Kombat. Реал или Барса? Алла Мадрид. FIFA или PES? PES. PlayStation или Xbox? PlayStation. Доллар или сумм? Доллары. Свалить или потерпеть? Точно не быть терпилой. Правда или жизнь? Правда. Путин или Трамп? Трамп. Я задамерен за демократию. Готов ли честно отвечать на все вопросы? Готов. Ты свободен? Нет. Сколько тебе лет? 301. Какой ты национальности? Узбек. Кем мечтал стать в детстве? Футболистом. Кем стал? Фотографом. Кем работаешь? Фотографом. Какое образование? Бросил институт со второго курса, восстановился, полгода проучился и снова бросил. В какой школе учился? 220 и 63. Твое прозвище? Мое прозвище было не на уровне школы, а в узком кругу. Василий Васька. Занимался буллингом? К сожалению, бывало. Как относишься к людям, которые читают и не подписываются? Есть два фактора. Люди просто не знают, что они не подписаны. У них в инстаграме выходит в ленте, и они видят. Есть второе, которые именно не хотят показать, что они подписаны, но им интересно читать, смотреть. Я думаю, это лицемерие. Откуда у тебя взялись дети? Я был женат. Очень просто. Дети должны расти в полноценной семье? Нет, не обязательно. Думаю, не обязательно. Главное, расти в любви и с правильным воспитанием, с родителями, у которых правильное убеждение по жизни. Ранний брак – это ошибка? В целом, думаю, да. В раннем возрасте мы до конца не понимаем даже, кем хотим стать по жизни, а выбирать человека для совместной жизни, для отношений – это очень серьезный поступок. Есть договоренности с бывшей женой? Есть некоторые договоренности в пользу развития и воспитания детей. Какие именно? Ну, например, у нее есть своя личная жизнь, у меня есть своя личная жизнь. И чтобы не разрушать психику, ее личная жизнь, с кем бы она ни встречалась или так далее, она не будет до определенного возраста детям навязывать, показывать. И я в том числе. Что испытываешь, когда снимаешь Нью? Если ты к этому ведешь, бывает, я человек живой, бывает некое влечение, возбуждение, но это быстро проходит. Все равно творческая часть моего мозга преобладает больше. Дружба с бывшей женой возможна? Хорошие, теплые, близкие отношения, дружественные отношения – да. Но по-настоящему дружить, как с теми друзьями, которые у тебя в жизни всего несколько могут быть, я думаю, нет. У тебя были отношения с моделями? Нет, не было. Почему мужчины пропадают после первого секса? Ну смотри, как человек физиологически, когда мужчина начинает испытывать возбуждение, какая-то страсть, какое-то влечение к женщине, играет гормоны, и он на все готов, чтобы получить это. А после мозг максимально становится рациональным, нейтральным, все эти моменты отпадают, и здесь уже проявляется рациональность, все за и против, и другие качества. Если другие качества не цепляют к женщине, либо есть свои какие-то за и против, и то он уходит по-английски. Дорогие подарки делают после измен? Я считаю, что у нас, к сожалению, да. Мужчины во многом позволяют делать дорогие подарки больше из чувства вины, нежели из чувства любви. Как спастись от измен? Спасения от измены нет. Нужно доверять и жить, и все. Есть ли у нас патриотизм? У нас очень маленький процент патриотизма, думаю, и далеко не в том проценте, который мы видим все вокруг. Эгоизм – это истинно верный путь? Относительно да, потому что ты должен по-любому. В целом все люди эгоисты, просто не все признаются в этом. И не любя себя, ты не можешь развиваться, жить и наслаждаться жизнью. Насколько ты умный от 1 до 10? Есть много, есть еще куда стремиться, думаю, пятерка. Мы потерянное поколение? Мы не потерянное поколение, мы поколение, которое… Такое, переходное поколение, мы не коммунисты, которые были до нас, и мы не свободолюбивые люди, которые после нас. Можно профессионально работать с фотографом, имея только айфон? Все к этому и идет, я думаю, потому что, во-первых, с одной стороны, мобильная фотография очень в техническом плане развивается, с другой стороны, диктует социальные сети. И для социальных сетей формат смартфона максимально подходит. На оголенных женщин больше всего реакции в Инстаграм? В целом, на секс в мире больше всего реакция. Соответственно, на оголенных женщин, конечно, да. Снимаешь в ню, жанре мужчин? Мужчин снимаю, топлес снимаю в нижнем белье, но абсолютно оголенных нет. Как относишься к моделям размера плюс? Отношусь положительно, все люди разные, у всех разные физиологические составляющие. Человек должен любить себя таким, какой он есть? Думаю, это даст человеку остановиться, и в какой-то момент он перестанет развиваться, и станет сам для себя скучным. Есть самоцензура? У меня, да, небольшая есть. Как реагирует твоя девушка на то, что снимаешь? Абсолютно положительно, во многом даже помогает. Как мужья девушка реагирует на твои фотки? Естественно, отрицательно, конечно же. Как мужчина у нас в обществе может снимать обнаженных женщин, это же недопустимо. Пора валить? У меня мысли есть, очень серьезные даже, и не отрицаю, что в будущем я могу ехать отсюда, ничего не могу отрицать. Ты служил? Нет. Веришь в Бога? О, ты знаешь, в данном этапе я стою в таком моменте, где у меня абсолютных убеждений про это нет, поэтому я пропущу этот вопрос. Сколько тратишь денег в месяц? От трех тысяч. Сколько зарабатываешь? К сожалению, пока не так, пока доходы не сильно превосходят расходы. Сколько стоит фотосессия? В среднем сто долларов. Ты рос в полноценной семье? Нет. Ты встречаешься с разведенной женщиной? Да, я не просто встречаюсь, у нас очень серьезно все давно, мы и живем, в народе это называется гражданский брак. Самый дорогой подарок от девушки? Недавно у меня был день рождения, и мне подарило поздравление, видео поздравление с участием всех знакомых, друзей, это для меня самый дорогой подарок от девушки. Самый дорогой подарок, который ты делал девушке? Думаю, к сожалению, пока айфон, к сожалению. У тебя есть машина? Да. Какие у тебя есть комплексы? У меня таковых комплексов нет, потому что я человек, который всегда идет против своих страхов. У меня есть, конечно, как у любого человека, некоторые страхи, и они всегда возникают, но я именно против них и иду. Какие страхи? Страхи возникают на каждом шагу. Говорить на русском языке, вещать на русском языке, писать. Это для меня большой страх, так как я не учился на русском языке. И вообще в целом вырос в другом обществе, в узбекоязычном обществе, вот к примеру даже могу сказать. Либо даже снимать ню, там тоже есть много страхов, было. Совершал жертвоприношение? Своими руками нет. Ты ЧСВшник? В каком-то мере, может быть, да, потому что я люблю себя. Я люблю себя, но стараюсь не злоупотреблять этими ощущениями. Твое отношение к правоохранительным органам? Как и к любому нормальному человеку, который вырос в постсоветском пространстве в 90-х, думаю, в целом пока отрицательное отношение. Но у меня есть хорошие знакомые, они одно из немногих исключений. Ты изменял? Да. Тебе изменяли? Не знаю. Тебе прощали измены? Да. Ел свинину? Да. Спал с чужой женой или девушкой? Да. Смог бы взять ребенка с детдома? Думаю, да, недавно думал на эту тему, думаю, да. Аборт это преступление? Слушай, преступление определяет закон. Закон у нас не определяет, не говорит, что аборт это преступление, если я не ошибаюсь. Ну, значит, не преступление, потому что это очень дискутабельный вопрос. И кто-то говорит преступление, кто-то нет, но в каких-то медицинских моментах это просто неизбежность. Часто смотришь порно? Ну, бывает, да. Поддерживаешь отношения с родителями? Поддерживаю. Всего лишь поддерживаю. Не более. Есть ли плагиат в твоем творчестве? Конечно. Думаю, есть. Я сейчас конкретно не могу вспомнить, но так как я вдохновляюсь и в просторах интернета все вдохновение беру и смотрю, ну, скорее всего, есть. Ты свободен в творчестве? Не на сто процентов. Не на сто процентов позволяет быть свободным. Почему к лесбиянкам лучше относятся, чем к геям? Мужчины, наверное, скорее всего, лучше относятся, потому что, как бы, половой акт между женщинами это сексуально и более эстетично смотрится, по их мнению. Во-вторых, половой акт между мужчинами, как бы, все-таки, мне кажется, вредит здоровью. Разрешил бы однополые браки? Сейчас не могу однозначно ответить на этот вопрос. Не могу. Где-то могу сказать «да», а потом подумать могу сказать «нет» либо «наборо». Поэтому давай пропустим этот вопрос. Какую девушку можно назвать шлюхой? Девушку, которая спит без чувств, без эмоций, ради материального блага. Как бы банально это ни звучало. Поднимал руку на девушку? К большому сожалению, да. Кто виноват в домашнем насилии? Ну, здесь просто большой комплекс факторов. Начиная от воспитания, родителей, стереотипов государства, государственного управления, религии. Понимаешь, здесь можно часами говорить об этом. Употреблял наркотики? Нет. Как относишься к смертной казни? Я, знаешь, за то, чтобы искоренить коррупцию, надо ужесточать наказание. Но чтобы ужесточать наказание, нужно добиться максимальной компетенции специалистов. Потому что тебя могут обвинить неправильно и могут казнить. С этой точки зрения – нет. Но если система будет максимально идеальная, то жестокие наказания максимально снизят уровень насилия, уровень преступности. Ты красивый? Дело вкуса. Любимое матершинное слово? Гандон. Часто врешь? Вру? Нет, очень редко. Почему мужики козлы? Нет, не все мужики козлы. А ты козел? Местами бывает, да. С милой рай и в шалаше? В целом, если глубоко подумать, думаю, нет. Потому что материальные потребности все-таки, к сожалению, отрицательно влияют на отношения. Насколько ты оценируешь себя в сексе от 1 до 10? Девятка. Ты сплетник? В целом, нет. Часто меняешь свое мнение? Жизненные весомые обстоятельства вынуждаюсь. Измерял свое достоинство? Вот ты знаешь, мне 31, и только первый раз в жизни, две недели назад, я впервые в жизни измерил. А оказавшись перед Богом, что ты ему скажешь? Не думал об этом. А перед президентом? Мне нечего ему сказать. В чем сила, брат? Думаю, в справедливости, а в честности. Ты принц? Нет.